всем привет на связи сергей маркетолог и проповедник маркетолог понятно почему выбрал такую профессию почему проповедник это понятно из моих соседних видео может быть немножко из этого продолжаю цикл своих небольших таких зарисовок а seo которые могут пригодиться руководителям бизнеса топ-менеджером лпрм ну и возможно самим сеошником я являюсь представителем так называемого белого села и параллельно являюсь такой своеобразной белой вороной все слово белые прилагательном вообще имеет конечно особенное значение все из такое выражение white hat вот я стараюсь строго придерживаться белой стороны это небольшая зарисовка будет посвящена злободневному вопросу что же все таки делать все в 2021 году и также ее можно заглавить как три основные причины почему буксует ваша села такая мысль недавно пришла в голову что хорошего сеошника можно сравнить с таким неким старичком ворчуном который сидит где-то в уголке в компании и все время ему что-то не нравится когда все радуются пьют шампанское смотрите какой у нас красивый сайт какой замечательный слайдер какой он красивый как у нас постарались дизайнер и так далее в это время сеошник может сидеть и ворчать опять загрузили картинки по два мегабайта опять все криво коды кривые мобильная версия тормозит ничего не работает и так далее вот ну и может быть это такой лайфхак для сеошников что если все радуются и пьют шампанское нужно тоже уметь одновременно со всеми радоваться и если преподносить всю вот эту горькую правду то ее надо преподносить во первых вовремя еще на этапе проектирования сайта во вторых под каким-то удобным соусом чтобы никого сильно не расстроить ну и может быть если уже совсем никто не слушает тоже порадоваться и одновременно обмозговывать какие-то пути отхода и так три причины почему буксует ваша сила причина первая это конечно лень вот за те лет 15 16 что я все по большому счету ничего нового не появилось если вы хотите выделяться и для своих пользователей и для поисковых систем вам нужно делать чуть больше и чуть лучше чем делают остальные например у меня был период 2009 2010 годах когда мои сайты буксовали я честно отрабатывал свои три четыре шесть тысяч месяц которые мне платили клиенты и был период когда настолько зарылся в контент маркетинг в поиск контента что я просто не вылезал сутками из-за компьютера я искал источники для статей искал какие-то необычные пути для своих публикаций я нащупал википедию нащупал допустим старые журналы которые тогда только начинали оцифровываться можно было что-то найти в сети какие-то разные другие приемы писал много и постоянно и миновал вот эту вот точку застоя в чем может выражаться лень нежелание разбираться в турбо страницах нежелание разбираться в mp нежелание снимать видео то есть допустим если ваши конкуренты публикуют одно видео в неделю вам нужно всего лишь снимать два снимать лучше чаще если у конкурентов нет mp вам нужно сделать вам нужно разобраться досконально в этих технологиях забраться в турбо страницах не просто сделать а сделать так чтобы это работало чтобы не индексировалась ничего лишнего разобраться микроразметки допустим разобраться какие типы этой микроразметки приемлет яндекс google сделать ее и для контактов и для других страниц сделать картинки адаптивными для разных устройств для разных разрешений экранов сейчас современные технологии все это позволяют сделать есть у шакина михаила хорошее видео например на эту тему и так далее сделать декомпозицию непланомерно улучшать каждый кусочек каждый пункт вашего сайта допустим появились у яндекса коллекции может быть я что-то путаю но тот сервис который позволяет делать поиск по картинкам и с целью с планами яндекса сделать этот сервис аналогом контекстной рекламы по картинкам было выступление на канале яндекса на эту тему сразу же естественно все сеошники маркетологи проинформировали об этом своих лпр как вы думаете все бросились создавать эти коллекции ювелиры у которых там тонны картинок красивых фотографиями колец и так далее естественно ничего подобного не произошло то есть мишенькин совет как говорится лишь попусту пропал следующий пункт следующий пункт после лени это наверное нежелание рисковать я бы так его назвал естественно бизнесу хочется все просчитать сколько мы вложим и что мы получим но не все они в маркетинге в целом не точных ответов на эти вопросы и осторожный маркетолог он может заложить какие-то риски может что-то увеличить уменьшить и примерно сказать эту стоимость но он либо слукавит либо очень аккуратно и осторожно это сделать чтобы провести какой-то свой маркетинг план правда жизни в том что никогда ничего точно никто не посчитает и чтобы узнать сколько это вам стоило нужно сначала сделать причем сделать это качественно вложить в это усилие вложить душу тогда уже по результатам посмотреть и абсолютно не факт что если у вас это сработало на какой-то ветке вашего бизнеса вашей ниши вашего проекта то это также сработает на подобных бизнесах на подобных проектах или на другой ветке вашего проекта то есть повторяемость тут гарантировать никто не может если из одного видео допустим вернее 100 видео может выстрелить одно то у сеошника или у маркетолога простой выбор до либо с горящими глазами убеждать руководство давайте снимать видео самому это верить либо если он уже такой старый пораженный умудренный опытом уставший кого-то в чем-то убеждать может просто перестать это делать и тут большая роль руководства и лпров и менеджмента самим в это верить и самим этим заниматься найти этих ответственных людей которые не постесняются сесть перед камерой найти этого оператора монтажера режиссера оператора и так далее который придет и за 10-20 тысяч что-то сделать то есть вкладываться не стесняться не бояться без расчетов без гарантии и так далее допустим очень сложно просчитать сколько стоит аутрич можно стучаться в 100 дверей потом постучаться в 101 ее откроют сложно посчитать то же самое видео например сложно посчитать какие-то нетривиальные способы тот же самый допустим способ размещения ссылок википедии нет никаких гарантий что завтра вашу страницу википедии не забанят там и так далее вот вот этот вот аспект тормозит очень многие проекты как у инвесторов есть понятие некой точки разворота когда допустим twitter стали посещать в один момент семь с половиной миллионов посетителей не зарегистрированных то есть во многих книгах по маркингу эта история наступает вот эта некая точка разворота преодолены какие-то тормоза и всегда это происходит за счет синергии синергии желания веры финансов исключение вот этой линии вот этого страха перед риском еще один тормоз все это поиск у бизнеса какого-то упрощения и какой-то кнопки как любят называть кнопки бабло какого-то простого способа допустим заняться накрутка поведенческих послушав на розово на этом заняться накруткой ссылочного бахнем у миллион час на ссылке и все не надо нам больше ничего наймем сеошника за 60 тысяч и все и забыли и будет у нас посещаемость два раза больше или занесем какому-нибудь вася петрову из яндекса миллиард или там какой-то чемодан с деньгами не знаю сколько все у нас будет замечательно вот эти все волшебные способы их искать может быть интересно с точки зрения каких-то опытов экспериментов таких небольших лабораторных ради того чтобы лучше представлять себе работу поисковиков но рассчитывать на них точно не стоит это опять же перекликается с моей вот этой темой которые белой линии проходят через все мои видео вот допустим человек который хочет что-то накрутить хочет что-то быстро сделать на вложить рубль вынуть 100 из села вот этот же человек он вряд ли захочет выбирая обувь в интернете наткнуться на топ-10 сайтов которых накручены отзывы в которых паршивая продукция продается за счет того что там работают грамотные маркетологи и обувь разваливается через два месяца зато она прекрасно подается за счет какой-то волшебной кнопки и это было всегда цели поисковиков и юзеров посетителей потребителей контента находить в первых строчках реальные настоящие продукты видеть реальные отзывы поисковики всегда за это боролись и будут бороться все эти тенденции сохраняются поэтому в первую очередь нужно улучшать свой продукт первую очередь нужно работать честно то есть можно например подавать какие-то дешевые гостиницы дешевые номера и круткой отзывов я всегда говорил говорю и буду говорить что лучше вы вложите эти деньги в ремонт своих гостиниц своих номеров отработайте негативные отзывы вместо того чтобы платить 100 тысяч маркетологу тоже выбор такой всегда у каждого маркетолога у каждого сеошника либо взять деньги просто их отработать закрыв глаза на всю мораль нравственность и так далее либо действительно честно сказать этому владельцу отеля или какого-то такого продукта что я не буду это продвигать я не хочу это продвигать потому что я вижу что отзывы реальные на вашем сайте я верю тем людям которые жалуются на эти кондиционеры допустим еще на что-то я рекомендую вложить эти деньги в ваш продукт в качество вашей гостиницы ваших номеров и так далее то есть вот этот третий пункт сделать что-то быстро он тут не работает в seo поскольку seo как я уже многократно утверждал это совокупность всего и продукта и всех каналов маркетинга seo невозможно без соц сигналов seo невозможно без каких-то других направлений youtube так далее все что влияет на качество продукта все что влияет на маркетинг все влияет и на качество сайта сайт не будет продвигаться если придут асессоры или позвонят асессоры узнают что офис реально не существует или что он не расположен реально по тому адресу который указан на сайте ну и таких факторов много пытаясь обмануть своих пользователей вы роняете авторитет своего бизнеса вы роняете свои сайты вот примерно 10 процентов из того что хотел сказать как обычно все остальное забыл остальное в следующих выпусках спасибо за внимание